В Сибири сейчас всего лишь минус 32. Один из самых знаменитых домов в Новосибирске. Вход в этот удивительный дом через секс-шоп. Подземные туннели, которые соединяют практически все дома Академгородка. Как работает коллайдер? У меня для тебя плохие новости, Настя. У меня сейчас лицо треснет от холода. Привет, друзья! Я Миша. Я Настя. Вы смотрите наш тревел-блог, в прошлом выпуске которого мы рассказывали о плохом Новосибирске. Мы показали самые ужасные стороны, которые только смогли найти у города. Сегодняшний ролик только о хорошем. Есть же в городе что-то хорошее, как ты думаешь? Да, я думаю, есть. Мы спросили у наших знакомых жителей Новосибирска, что посмотреть в городе. И они ответили, есть две главные достопримечательности. Театр оперы и балета и Александр Александрович Карелин. Трехкратный олимпийский чемпион, постоянно проживающий в Новосибирске. Мы встретились с Александром Александровичем и спросили, может быть, что-то еще есть посмотреть, да? Кроме этого. Что он может нам посоветовать? Да. Я снимаю про Новосибирск, у меня мама отсюда. И, знаете, я хожу по улицам, спрашиваю людей, что посмотреть в Новосибирске. Мне говорят две вещи. Да. Театр оперы и балета и Александр Александрович Карелин. Театр оперы и балета и следствия у нас крупной для вещи. Потому что это уникальное здание и такое же уникальное содержимое. Что еще посмотрите? У нас молодой 124-летний город. Какое ваше любимое? А вот здесь, на Красном проспекте, оно отсюда буквально 10 минут находится. Часами которые? Мы обязательно зайдем туда. Обязательно зайдите и посмотрите. Там даже есть очень активный житель. Один? Он активный один такой. Он как рстуть. Он термоядерный, я бы даже сказал. И три академических городка. Три? У нас их три. Академа городка. Да, в современной реальности академические науки у нас представлены одной, общей академией. Но у нас здесь есть, соответственно, академия, которая была раньше отделением советского. Сейчас российская академия, сибирское отделение наук, которое сейчас Пармон возглавляет. У нас, соответственно, есть удивительная сельхозакадемия. И там, кстати, у нас есть удивительная история. Там наши не самые богатые предприниматели строят армаду, которую вам тоже нужно посмотреть на затею. Армада? Что это? Спортивный комплекс с претензией на спортивно-научный центр. Друзья, мы едем смотреть Новосибирск по заветам Сан Саныча Карелина. Приезжайте, не пожалеете. В Сибири сейчас всего лишь минус 32. У нас очень хорошо все. А можно ваши руки сравним мое и вашу? Это просто жесть. Ну, бывает. Спасибо. Спасибо вам. У нас здесь каждый второй такой, на самом деле. До свидания. Спасибо, ребят. Идем. Новосибирск настолько суровый, что здесь памятником мосту является сам мост. И с этого места и берет начало город. Раньше здесь вообще был пустырь, и город обязан своему основанию именно благодаря железной дороге и мосту. То есть построили мост, и потом вокруг моста появился город? Да, именно так. Благодаря железной дороге здесь появилась жизнь. Друзья, вы ничего не узнаете? Это знаменитый 100-квартирный дом, который в 1936 году получил гран-при выставки в Париже. Но неужели вы это не знали? Один из самых знаменитых домов в Новосибирске. Хотя на самом деле в нем 111 квартир, а не 100, но все называют его 100-квартирным. И рядом с этим 100-квартирным домом находится еще одно прекрасное здание в стиле конструктивизма, в котором сидит правительство Новосибирской области. Мне оно очень нравится, такое скругленное, прям конструктивизм во все поля. Здесь вокруг сплошной конструктивизм. Вот этот дом называется дом под часами в Новосибирске. Сверху часы, это один из образцов конструктивизма. Дом необычный, не только в своей архитектуре, но и внутреннем содержании. Когда его построили, его специально там длинные коридоры, дом коммунно. В квартирах нет, например, кухонь. Да ладно? Считалось, что трудящиеся должны питаться в общих столовых, которые были на первом этаже. А сейчас есть столовые? Столовой нет, но там магазины, там какие-то кухни. То есть кухонь до сих пор нету? Кухни как-то люди сооружают, там придумывают. Да. Но там большие виды коридора, если мы тогда зайдем в интересные галереи, так необычно. Пойдемте посмотрим галереи. Пошу попробуем. Друзья, вы будете смеяться, но вход в этот удивительный дом через секс-шоп Казанова. Я не шучу, видите, вход в секс-шоп. И здесь подъезд, вот он. Удивительный дом, удивительный во всем, друзья. Например, лифт здесь не выдерживает больше двух человек. Так, не закрывайся. Перегруз, смотрите. Два человека. Супер лифт. Удивительный лифт, да? Ладно. Я на стеночке поеду. Хорошо. Да, вау, друзья. Дом и правда удивительный. Посмотрите, какие галереи. А посмотрите, какие галереи на солнце. Все мерцают. Белые. Как будто попал в кусочек рая. Это очень красиво. Просто невероятно красиво. О, голубя. Голубя. Как вам не холодно в минус 30 вообще? Я не понимаю. Как вы выживаете? Эх, ладно. Что отличает мертвый город от живого, а, Настя? Что же, Миш? В мертвом городе не строится ничего нового. Новосибирск – город живой. Здесь строится много нового жилья, торговые центры, спортивные центры, у одного из которых мы сейчас состоим. Этот спортивный комплекс нам посоветовал посмотреть Сан Саныч Карелин. Отгадай, почему, Настя? Потому что он гигантский. Этот спортивный комплекс будет одним из самых больших в России. 13 тысяч квадратных метров полных спорта. Современного популярного скалодрома, батуты, боевые виды спорта. Да чего здесь только не будет. Даже будет бассейн. В общем, через 6 месяцев, когда этот спортивный комплекс достроят, сюда смогут ходить жители Новосибирска. Лайк за такие вещи я хочу поставить всем тем, кто это делает. Но самое главное, Настя, знаешь что? Что? Этот спортивный комплекс строит не государство. Этот спортивный комплекс строят частные инвесторы полностью на свои деньги. Да ладно? Да? Это именно так. Это похвально. Это похвально и очень круто. Вот, еще раз скажу. Респект таким парням. Настя, и ты тоже респектнее. Люди за здоровье нации. Да. Друзья, ну вот мы и приехали в Академгородок. Вместо самой высокой концентрации академиков на квадратный метр в России. Изначально Академгородок задумывался для того, чтобы сюда приезжали лучшие умы СССР и разрабатывали всякие умные штуки. Так и получилось. Но, что удивительно, после развала Советского Союза Академгородок продолжил функционировать и выполнять свое прямое предназначение собирать лучшие умы России и с их помощью разрабатывать всякие суперинтересные штуки. Город развивается, растет и строится. Чему подтверждение? Вот это вот здание технопарка, нового технопарка, которое было построено в 2012 году и успело стать символом не только Академгородка, но и всего Новосибирска. Посмотрите, какое оно прекрасное. Я бы хотел там разрабатывать умные штуки. Вот. Ну, если бы я был поумнее чуть-чуть. Пойду разрабатывать умные штуки. Вот один из входов в подземные туннели, которые соединяют практически все дома Академгородка между собой. Он заботливо расчищен кем-то, я не знаю кем. Возможно, туда можно зайти. Давайте попробуем. Иначе нифига его чистить, непонятно. Видимо, его чистят как-то по инерции. Сложно сказать. Но он абсолютно точно закрыт, друзья. Жаль, я бы там походил. По этим туннелям можно попасть из одного здания, к примеру, вот этой вот девятиэтажки, через улицу, вот в это четырехэтажное прекрасное красно-желтое здание. А из него еще дальше, еще дальше. И пройти так под землей весь город. Интересно, знают ли жители Академгородка, что под ними есть еще один Академгородок подземный? Давайте спросим у них. Здравствуйте. Вам холодно, да? Очень. А вы знаете, что под Академгородком есть подземный город? Нет, не знаю. Тоже не знаете? Кто-то не знает. Кто-то. Кто-то не знает. Как же так? Вчерашние газеты, которые я подкладывала, сапоги... Да, один из способов утепления в советское время, это был надеть газеты, вокруг носка надеть еще газеты. Звучит мягко на дне очень. Не помогли. Поэтому я обзавелась крутецкими валенками. И сейчас пойду через сугроб прямо к граффити. Что за граффити-то, Настя, хоть? Граффити? Ладно, расскажешь там. В валенках можно все. Валенки дают тебе свободу. Друзья, покупайте валенки. Ну или ходите в обход. Ты должна найти, ты уже пообещала. Здесь слишком глубокий снег. Сибирский. Вот граффити. Друзья, указайте, что это за граффити, что оно означает. Скажу только, что оно научное. Оно связано с наукой, как и практически все в Академгородке здесь. Неразрывно. Это граффити посвящено одомашниванию диких лис. Выглядывают зелено-красные глаза. И часть лис белые, наверное, уже одомашненные. А часть лис черные. И что-то там еще красное. Красное похоже на человеческие руки. Красиво. Ну, своеобразно. А вот это, мозгово-носящее граффити, посвящено ботаникам. Ботаникам? Ботаникам. Ну да, заметно. Отличное граффити. Это граффити на институте ядерной физики. И знаете, что оно показывает? Что? Как работает коллайдер. Коллайдер? Да. То есть я стал чуть образованнее, когда посмотрел на это граффити. Оно наглядно показывает, как он работает. С одной стороны закидываются одни частицы, и с другой стороны закидываются другие частицы. И там они сталкиваются, да, перемешиваются. Друзья, мы нашли в Академгородке самую настоящую машину времени. И с помощью нее переместились в 1970 год, где встретили Настю. Настя живет в 1970 году, она кандидат наук. И мы решили ее немного помучить, узнать, как же живут люди в то время. Вы видите уникальные кадры. Погнали. Настя, привет. Привет. Я Ниша. Привет, Ниша. Ты мой предок. Фактически, да. Предок, да. Моя мама как раз с тех годов рождения. Настя, расскажи, как живут люди в Академгородке в 1970 году? Мы очень хорошо живем в 1970 году. Нам очень нравится наш городок, очень любим мы его. Потому что есть возможность заниматься любимым делом, заниматься наукой. И мы, в общем-то, все одного возраста. У нас хорошая компания, мы поем песни, мы гуляем по лесу, собираем грибы. Летом ходим на пляж, а зимой на лыжах. А чем вы живете, кроме этого? Что еще есть в городе? Ну, у нас небольшой город, у нас есть свой дом ученых, у нас есть свои концерты, у нас есть свои возможности пойти в город на спектакли, театры, оперы и балеты, например. А так мы собираемся компаниями и проводим время за песнями, за разговорами. Очень душевно. А как с товарами, с едой, с одеждой? А у нас очень хорошо, между прочим, потому что у нас специальное снабжение в Академгородке. У нас есть столы заказов, где дают специально нам мясо, консервы всякие, чего нет в городе Новосибирске. Их надо же приезжают иногда в магазины за этим дефицитом. Да, действительно. А есть какая-то мечта? Ой, мечта, чтобы, наверное, так все и было, чтобы росли дети, чтобы была природа, чтобы была хорошая погода и возможность заниматься любимыми делами. Как вы видите страну через 40 лет, с 1970 года? Что будет? Настанет коммунизм, наконец? Ну, вообще, мы верим, конечно, в коммунизм, верим, что у нас светлое будущее, что мы будем так же продолжать жить. Мы никуда не хотим уезжать в Академгородке, а нам здесь нравится. И мы думаем, что мы так и будем в такой хорошей среде, в хорошем таком сообществе. У меня для тебя плохие новости, Настя. Миша. Друзья, это была небольшая постановка. На самом деле мы сейчас находимся в потрясающем месте. Это музей Академгородка. Да? В нем воссоздана атмосфера и живет дух Академгородка 60-х, 70-х годов. Я не знаю, как так замечательно, как так натурально получилось у Насти, которая является основателем этого музея, все воссоздать. Настя, расскажи, где ты берешь все это? Приходите, приезжайте все в гости. Это вещи, которые отдают, на самом деле, в дар люди Академгородка. Это все вот из семейка, вер, это лампа, этот стол. Все вещи с историей. Мы про них рассказываем и через историю людей рассказываем историю нашего замечательного, потрясающего, горячо любимого места, с Академгородка в Новосибирске. Друзья, когда будете в Академгородке, а вы обязательно здесь будете, обязательно заходите в интегральный музей-квартиру Академгородка. Ссылочка с адресом музея будет в описании, а мы едем дальше. В третьем по численности городе России нет ни одного пространства, где молодые художники могут показывать свое творчество. И мы узнали про одну выставку, которая проходит под открытым небом, в лютый просто мороз. Open air. Open air. Мне кажется, это тут. Выставка современного искусства на улице при минус 35. Здесь происходит выставка холодно, которая традиционная. Вот сейчас это пятая по счету. Она традиционно происходит в самое холодное время года зимой, тогда, когда наступают какие-то самые жёпые морозы. А что это такое? О, это новая валюта. Только что, только что два часа назад придумали и уже напечатали Лёша Грищенко. Биркоин. Биркоин? Биркоин. Насть, что ты думаешь по этому поводу? Блин, у меня сейчас лицо треснет от холода. Ааа, ладно, пойдем в машину. Пойдем. Ты знаешь, какой самый большой театр в России? Большой театр? Нет, Настя, есть театр больше большого. Да ладно. Мы туда сейчас пойдем. Вон туда вот. Это театр оперы в Новосибирске. Да ладно. Пойдем посмотрим на него внутри. Пойдем. Ребят, здесь можно перемещаться только бегом, потому что дико холодно. Друзья, настал вечер, и мы пришли, пришли на Новосибирский оперный театр. Я так давно хотела увидеть Настю, но Настя, давай ты будешь о нем рассказывать, да? Мы находимся в фойе. Расскажи, как тебе впечатление от фойе? Это самое большое в фойе в твоей жизни. Я была в Кремлевском дворце в прошлом году. Ходила на балет «Лебединое озеро», и там просто голый мрамор, все такое бездушное, постсоветское. А здесь реально очень красиво и приятно. Здесь все буквально лучше в традиции. Так, что здесь? Красивые костюмы, замечательное фойе, красивые нарядные люди. Развенел третий звонок. И судя по этой надписи, мы близки к цели. Мы входим в этот зал. Настя, что ты чувствуешь? Я чувствую некое волнение. Я надеюсь, что мне опера очень понравится. А-а-а, офигеть. Отчего ты офигеваешь? Потолок красивый. Да? Да, и статуя. Вообще красота. Здесь классно. Ну что, Настя, как тебе? Все замечательно, но почему-то очень плохо слышно. Мне вот тебя тоже очень плохо слышно. Что ты сказала? Я говорю, плохо слышно. Может быть, у меня что-то со слухом? Я не понимаю. Давай спросим у других людей, слышно ли им, что происходит на сцене или не очень. А вы слышите, что они поют? Мы не можем разобрать тоже. А как быть-то? Звук слышно. Ну, то, что звук есть. Слышно, да. Слова не понимаю. А представьте, как вон там вот вообще слышно. Мне кажется, вообще они ничего не слышат. Что-то очень плохо слышно, могло бы быть лучше, да? Сотрудник. Как тебе впечатление в целом? Видишь, не мы одни такие тугоухие. В целом мне нравится. Да? Да. Все очень красивые костюмы, праздничные настроения. Ну, куда засунем? В плохой или хороший Новосибирск? Я думаю, это в хороший, конечно. В хороший Новосибирск. Ты порекомендуешь нашим зрителям приходить в эту оперу и балет? Да, я обязательно порекомендую побывать здесь хотя бы раз в жизни. Ребят, это был хороший Новосибирск. Третий город России по населению многомиллионник. Немного миллионник. Немного миллионник. Ну, могло быть и получше, мне кажется. Чем все эти немногомиллионы здесь занимаются? Ходят по театрам и едят вкусную еду. В ресторан. Да. Ходят на выставки. Ну, еще на выставке ходят. Короче, мы желаем этому городу развития. Ну, а пока он развивается, подпишитесь на наш канал, поставьте этому видео лайк или даже два. И не забудьте рассказать о нем друзьям. Увидим мир вместе. Пока. Смотри, я парю как вейпер. Всего-то нужна температура минус 40. Смотри, я парю как вейпер.